А вот, кстати, друзья, обратите внимание, наша русская православная церковь, маленькая, аккуратненькая. Сейчас мы с вами пообщаемся. То есть то, что в городах газовые трубы красят желтый свет, это самодеятельность отдельных дураков, которые уродуют город своими трубами. Какое же формирование комфортной городской среды без сухого фонтана. Вот так вот выглядит номер. Чувак с ресепшн сказал, что я сегодня буду как султан, потому что здесь вот такая вот кровать роскошная, какой-то шкаф пустой. И с другой стороны тоже роскошная кровать. Все очень роскошно, но на самом деле они это расположили в таком предбаннике. Непонятно, какие здесь были раньше помещения. Да, здесь еще есть такая вот зона со столиком, ковры необычайной красоты и санузел. Кстати, есть маленькое окошко, которое ведет в другой коридор. Мы приехали в Тунис и первым же делом нас попытался обмануть таксист. В аэропорту есть такси, мы садимся в такси и первым делом, конечно же, водитель включает счетчик. Я думаю, ну даже не стал торговаться, не стал спрашивать, потому что обычно эти жулики, они сразу называют какую-то цену, чтобы понять поедешь ты или не поедешь. Когда мы уже подъезжали к отелю, он говорит, а в чем будете платить, в какой валюте, я говорю, буду платить в динар? Он говорит, 50. При том, что счетчик у него показывал 7,9 там 7,8, он сказал, я хочу 50. В итоге, конечно же, 50 ему никто не дал, он был послан. И таксист так оскорбился, что вынул чемодан из багажника и сказал, я ему даю 20 и говорю, давайте 10 дам. Все, так и будет. И он отдает мне эту 20, говорит, мне ничего не надо, мне ничего не надо. Он так вот обиделся, говорит, что вообще так нельзя поступать с ним, потому что за багаж, за багаж, надо доплатить, вот, я подумал, ну не хочешь денег, не надо, забрал свою двадцаточку, пошел уже в отель, тут он догоняет и очень обиженно и расстроенно, так и быть, сбирает у меня 10 динар и уезжает. Мы находимся с вами в Медине, в Тунисе. Кстати, легко запомнить, Тунис из столицы, Тунис тоже Тунис. И чувак из отеля сказал, осторожней с камерой, здесь вроде бы не опасно, но не надо искушать население. Здесь место, но местное население пока не видно, кстати. Потрясающе, кстати, красиво, они все это дело отремонтировали, тут растут какие-то вот цветы, здесь такие вот двери, даже кондиционер не вызывает отвращения, но чтобы не было слишком уж красиво, они вот решили повесить такую вот вывеску светодиодную мигающую, на которой даже не понятно, что написано, какое-то кафе. Ну, видимо, им здесь показалось, что у них слишком все это дело красиво выглядит, и они повесили такую вывеску. А, кстати, стилистически это напоминает, как в Дубае они сделали набережную, и вот они там тоже повесили какие-то ржавые кондиционеры, провода. Вот она. Это всюду кто-то кудахчет, курлык-курлык. Очень классные двери, старые двери, и на всех эти стучалки-ручки. Вот смотрите, чтобы колонна не упала, ее при их такими скобами металлическими закрепили. А, это все эти летят, летят перелетные птицы. Кафе, кальян, да, вот движуха. Так, смотрят все, какой-то чувак в очках выступает, все его смотрят. Здесь, видимо, свежевыжатые соки. Мусор, чтобы его всякие там коты и другие животные в нем не рылись, его вешают на крючках. Так, вот здесь нет крючка, здесь мусор положили прямо сюда, и в нем уже кто-то роется. Сейчас мы с вами пообщаемся. Ну, кис-кис-кис. Ну, кис-кис-кис-кис. Доброе утро, друзья, мы с вами в Тунисе. Сегодня здесь один день, и за этот день нужно многое успеть. Вообще, вот я очень люблю, когда у тебя мало времени, и нужно все четко спланировать. Когда ты приезжаешь на 3-4 дня в какое-нибудь место, и тебе кажется, что у тебя так много времени, поэтому первый день можно полежать, второй день можно еще полежать. А потом понимаешь, что времени ни на что не осталось. А когда у тебя всего один день, ты встаешь, вот как я, в 7 утра, и идешь уже первым сразу гулять, потому что ни одной минуты нельзя упускать. Вот, кстати, видите, с утра на крючках 50 пакетов с мусором. Это, кстати, много где такое используется. Иногда делают такие специальные подставки под мусор, еще что-то. Слушайте, как же красиво здесь, в старом городе. Это прямо очень круто. Вот, смотрите, как оригинально они заблокировали парковку. Тут такие вот напиленные стволы пальмы, чтобы враг не припарковался. Вот мы вышли из Медины, здесь просто старые районы. Как я люблю вот эти вот старые двери с этими стучалками, ручками, очень здорово. Все, петух уже, петух кричит. Давайте, просыпайтесь, открывайте кофейню, я хочу кофе. Здесь такой вот рыночек, смотрите, какая красота. В Медине уже народ начинает оживать, открывают всякие лавочки, лепешечки с какими-то наполнителями всех кормят. Мусор лежит, мусорщики не проехали. Жизнь начинается, уже музыка отовсюду. Я представляю, через несколько часов, что здесь будет. Интересно, как здесь вообще ходить, чтобы не заблудиться? Мне кажется, это невозможно. Как раньше люди обходились без навигаторов? Золото, бриллианты, красота. Работают только ювелирные лавки по субботам. Настоящая красота, подарки, подушечки с какими-то непонятными блестящими хреньями. Невероятной красоты вазы с бантами, посмотрите только. Вот что нужно девушке дарить, если хотите, чтобы все у вас получилось. И она согласилась стать третьей женой. Прямо целые магазины вот этих вот нарядных наборов. Это ёршки? А, это свечки. Конечно же, сухой фонтан. Какое же формирование комфортной городской среды без сухого фонтана? Это знает каждый мэр, даже в Тунисе. Мы каким-то чудом вышли с этого бесконечного рынка. Я даже не представляю, где мы находимся. Повсюду продаются эти удивительные плюшевые букеты. Вот оно, будущее. Вот он путь к сердечку любой женщины. Представляешь, ты приходишь с таким букетом домой и всё. А вот трёхъярусный. Трёхъярусный. Ты такой, хопа, открывай, любимая дверь. У нас теперь будет стоять букет. Слушай, можно даже имя. Например, Виталик. Смотри, он похож на Виталика? Похож. Похож на Виталика. А вот это вот Юра. Вот, это такой уже более игривый, это Максим. Максим. Это Максим. Это букет Максима. Это... Слушай, красиво. Красиво. Вот интересно, да? Как человечество деградировало? Сначала делали такие фонари красивые, а потом такие букеты. Блины. О, масленица. Блины. А тут у нас... А, вкусняшечки. Тут у нас плавают пончики. Огромные, маслянистые, калорийные пончики. Так, чувак решил, что мы слишком стройные. И надо это срочно исправлять. И он нам хотел дать пончик 1000 калорий. 1200. Он еще пудрой не посыпал. А если бы посыпал, было бы 1200. А, тогда 1200, да. То есть, кто-то когда-то сделал эти фонари. То есть, он их нарисовал, подумал над пропорциями, над всем остальным. Вылил из чугуна. Да. А потом кто-то берет и делает такие букеты. Вот нет ли здесь противоречия? Это вот местная тунисская Тверская. Классные деревья, да? Такие густые. Смотри. Они так еще снизу постригают, да. И они прям такие плотные-плотные. Класс. Здесь, наверное, летом, когда солнышко, вообще хорошо. И мы с вами пришли на привокзальную площадь. Сейчас посмотрим, как тут устроено ТПУ. Судя по всему, не очень хорошо. Непонятно, какие здесь машины. Но самое главное, что здесь есть рельсы. А если есть рельсы, значит, ходят трамваи. И да, вот прямо сейчас открывается шлагбаум и поедет трамвай. В Тунисе есть потрясающая трамвайная система. Ну, они это называют ЛРТ или легкое метро. Как удобно, на карте даже как метро обозначено. Но, по сути, да, это такой вот скоростной трамвай. По большей части пути обособлены, но не везде. И вот, видите, сейчас у них открываются стойла и трамвай едет. Их несколько типов вагонов. Это старые вагоны, а там еще есть прямо такие новые красивые. А это ТПУ. То есть здесь покупаешь билет, проходишь через турникеты. И вот, чтобы народ где ни попадя не заходил, они, видите, сделали такие загонщики. Так, вот новый вагон у них хольстом. Только они почему-то за ними не следят. Они какие-то грязные, пыльные, немытые. Да, трамвай почему-то все грязные. Не ухаживают за трамваями. Непонятно почему. То есть в какой-то момент они купили хорошие вагоны, а потом забыли, что их нужно мыть, следить за ними. Поэтому все засрано. Зато какой-то трафик серьезный. Непонятно, конечно, почему они не обособили. Морда вся разбитая, стекла побиты. Непонятно почему они пути не обособили, а тут машины ездят. Вокзал они почему-то наполовину превратили в рынок. Такая электричка. И тут у нас вокзальный ход спит. Хотя даже в Тунисе на вокзалах нет никаких досмотров. Друзья, вы помните как мы с Петей Верзиловым попали в тюрьму в Южном Судане? Друзья, всем привет из вип-камеры Капоэцкого КГБ. И они нас арестовали. Во время моего последнего путешествия в Афганистан там как раз власть захватили талибы. И я чудом успел улететь на одном из последних рейсов. А еще я был в самых опасных павеллах Латинской Америки. И в самых жутких деревнях Африки. И теперь я много знаю о том, как соблюдать правила безопасности в разных странах. Как подготовиться к поездке, чтобы сохранить имущество, здоровье и, возможно, даже жизнь. Но, конечно, я езжу не только по опасным местам. Я был на потрясающих водопадах и вулканах Исландии и Камчатке. Я могу подробно рассказать об архитектурных стилях Берлина, районах Тель-Авива или лучших кофейнях Лондона. Если судить по списку ООН, то за всю свою жизнь я был во всех странах, кроме четырех. Для полного счастья мне не хватает посетить Тувалу, Ливию, Северную Корею и Мальдивы. Получается, я посетил 189 стран. И теперь всем своим опытом я решил поделиться с вами, друзья. Мы с командой запускаем гайды по городам. Они составлены полностью по моим рекомендациям. Например, в гайде про Амстердам я составил список самых интересных гостиниц. В одной из них, например, когда-то был дом престарелых, а затем жили сквотеры. А так как я люблю хороший кофе и вкусно поесть, в каждом гайде, конечно, есть мои любимые рестораны и кофейни. В общем, только мой личный опыт вместо скучных фактов из Википедии и туристических буклетов. А так как я часто возвращаюсь в эти, да и другие места, гайды будут постоянно обновляться. Вы платите один раз и получаете актуальную информацию от меня. Купить гайды очень просто. Заходите на сайт по ссылочке в описании к этому видео, выбирайте нужный вам гайд, попадаете на страницу оплаты и вводите необходимые данные. Принимаются, кстати, как российские, так и иностранные карты. Вот и все, гайд ваш, и вы готовы к интересному и небанальному путешествию. Так, горит зеленый свет, но все что-то едут. Так, а вон еще вот это вот здание с уступами. Тоже тут местная достопримечательность. Еще по какой-то непонятной причине есть куча ментов. Видимо, у них какой-то праздник. Удалось взять такси. Вообще, в Тунисе есть какое-то свое приложение, по которому можно вызывать такси. Вроде Убера, называется ОТО. Но я его скачал, но у меня не получилось там зарегистрироваться. Потому что оно не присылает сообщения СМС. При этом пробовал разные номера. В общем, что-то не получается. Поэтому приходится ловить с руки. Сейчас мы едем в Сидибусаид. Это какое-то очень красивое место, где белоснежные домики с голубыми окошками, дверьми, свисают гроздьями прямо над океаном. Это рядом с развалинами Карфагена. Мы приехали в Сидибусаид. Если я правильно ставлю ударение. Или Сидибусаид. В общем, это небольшой городок. Находится в 20 километрах от Туниса. И здесь должно быть необычайно красиво. Здесь все здания белые и синие окна и двери. Также есть куча туристов. Вон такие целые толпы сейчас идут. В общем, сейчас посмотрим. Это одно из тех мест, которые все рекомендовали обязательно посмотреть. Здесь действительно все здания белые, а все окна и двери голубые. А еще и зачем-то решили побелить стволы деревьев. На самом деле, вот она очевидная польза от дизайн-кода в городок. Да. Где все туристы? Город с дизайн-кодом строгим. Вот сейчас бы взял, если кто-нибудь себе построил бы красный дом и все. О, открыточки. На открытках сразу понятно все главные достопримечательности, какие есть. Вот. Тунис. Башню мы видели с часами. Собор тоже видели. Верблюда не видели. А вот этот вид Сидибусаид. Мы сейчас его посмотрим. Также всякие прогулки у них в пустыню. Здесь, кстати, снимали Звездные войны. Мозаики. Вот до мозаик мы еще не добрались и, может быть, кстати, не доберемся. Скорее всего. Да, зато будет повод в Бордо-музей, где, говорят, потрясающая коллекция мозаик. Вот, кстати, к слову об идентичности. Если мы, когда были на Мальте, они продавали магнитики в виде своих балконов фирменных, то здесь продают магниты и какие-то сувениры, рамочки в виде дверей. Знаменитая вот тунисская дверь с заклепками. О, вот тунисская дверь с заклепками. Они, правда, здесь ее уже перекрасили и заклепки им пришлось подкрашивать черной краской. Кстати, ковры здесь красивые. Очень. Так вот, по цветам нам их, конечно, уже одевать некуда. Вот в чем проблема. Нам нужно как в музее раз в месяц менять экспозицию ковров. Вот свернул, а где нету этих, зазывал, приставал и сразу, вот красота. Милый тунисский дворик. Все выкрашено в соответствии со стандартами. Никакой самодеятельности. Вот у них везде, везде эти магнитики, везде эти решетки. И свои эти двери. Вот так вот, с такими белыми полами, горшки с цветами, с геранью, кстати, висят на решетках. Вот такая вот красота. Да, кстати, потрясающее место, особенно если вот в сторону отойти, где тишина. Похоже на Киото, тоже главная улица. Куча людей, а стоит в сторону шажок сделать, сразу все тихо. Ну, конечно, что газовую трубу, видимо, они не могли сделать по-другому. Желтая. А я напоминаю, что ни в одних нормах не сказано, что нужно газовое оборудование красить в желтый цвет. Не на промышленных предприятиях. То есть то, что в городах газовые трубы красят в желтый цвет, это самодеятельность отдельных дураков, которые уродуют город своими трубами. Очень суперсложные, первый раз вижу такие мудреные решетки на окнах. Вот эти выступы знаешь зачем делается круглые? Чтобы дети там сидели. Какие дети? Ты что, серьезно? Цветочки. Нет. А что? Это чтобы ты могла выглянуть из окна и посмотреть по сторонам. Какие дети. Дети-то нет. А вот, можно сам вверх забрать. Ну тут как-то грустно. Помойка по старой русской традиции, да. Тут помойка уже. Все, еще туристы не ходят, можно не убирать. И кладбище. Так, немножко интересного из истории этого потрясающего места. В 18 веке богатые зажиточные тунисцы, они начали здесь строить все летние резиденции. А вся вот эта красота началась в 1920 году, когда барон Рудольф де Эрланже ввел дизайн-код в 1920 году. Но он принял решение сохранить город в синей-белой гамме и в дальнейшем вести постройки только в вандалузском стиле. Сто лет назад ввели дизайн-код. Мы пришли в традиционный дом, из которого сделали музей. Вход стоил 4,5 динара и при входе тут есть вот на разных языках, в том числе и на русском. О, на русском от руки написанная инструкция. Итак, дом-музей. Значит, такая вот здесь красота. Значит, бабы по лавкам сидели. Где хозяин? Здесь вот кто-то грамотный был. Мужчины курили кальян и играли в нарды. Здесь вот потрясающий внутренний двор. Какой-то необычайной красоты. С кактусами. А, вот, наверное, источник. Вот это вот источник. А здесь библиотека. Вот здесь можно взять чаёк. Чем мы сейчас и воспользуемся. Непонятно, что за помещение. Может, это спальня? Судя по коврику, да, это какая-то молельная комната. Вообще, похоже на детскую площадку дом. Какие-то переходики, лесенки, ещё что-то. Мне нравятся вот водосточные трубы. Я таких, кстати, нигде не видел. Керамические трубы из такой вот глазурованной, да, зелёной. Такой очень богатый, на малахит похожий. Очень красиво. А это вот всякие вот мудаки пишут на кактусах. Хорошо, что по-русски здесь ничего не написано. Вот эти недавно кто-то, да. Можно порадоваться, что русские туристы, они культурные. Они ничего не пишут на кактусах. О, смотри, клетка необычайной красоты и роскошества, в которой мучается попугай. Вон попугай. Его закинули в такую роскошную клетку. Сейчас мы приехали. Отель невероятно такой интересный. Память к брутализму. Архитектурный стиль такой. Но вот, к сожалению, он заброшен. И вроде этот отель должны снести. Построен был в 70-е годы. Очень интересное здание. Не пригодилось. Поэтому сейчас стоит в заброшенном состоянии. Вроде как скоро снесут его. Вот, смотрите, с такой вот формы. Сложно перевернутую пирамиду. Такие вот лестничные клетки. Окна выбитые. Интересное здание. К сожалению, недолго ему осталось. Там можно было отремонтировать. Сейчас был бы отель. Тем более в Тунисе, в центре города, нормальных отелей нет. И смотрите, как интересно идут эти лестничные клетки. Какие наклонные. Вот здесь, видимо, был вход. В этот отель. Сейчас здесь все заложено кирпичом. Ла Цезарь. Наверное, здесь хоть может казино было или еще что-то. Построили его в 70-м-73-х годах. 416 номеров было. В Википедии написано, что сваи 60 метров в глубину забиты. Вот. Останавливают здесь все звезды. В общем, был роскошный отель. Последняя новость относительно сноса. Его купили ливийцы. И планировали его реконструировать. Но поскольку в Ливии случилась революция и все остальное, реконструировать его не получилось. И вот в феврале 2019 года, вот здесь какой-то местный активист сообщил, что работы по сносу кажутся уже неизбежными. Вот. Поэтому снесут памятник тунисского брутализма. Напишите в комментариях, как вам отель, стоит ли его сохранять или нафиг сносить. А вот, кстати, друзья, обратите внимание, наша русская православная церковь. Маленькая, аккуратненькая, очень милая. Красота. Тут могут ведь, когда захотят. Она, кстати, за забором. И там стоит суровая охранник. С ружьем охраняет наша церковь. Стопы не безусловно! Субтитры сделал DimaTorzok